Можно еще упомянуть вот такой момент про сенсорику интуицию, разницу сенсорики интуиции во взаимоотношениях с деньгами. Ну, сенсорики, если мы берем среднюю температуру по больнице, стараются выбирать более надежные варианты и более какие-то реалистичные в том, чтобы зарабатывать деньги. Да, или в том, чтобы деньги, например, копить. Они выбирают что-то более простое, более понятное. Им там, например, если они скопили денег, обязательно хочется купить себе квартиру, что это не просто какие-то деньги, которые лежат на каких-то счетах, а вот она хатка, пухатка, вот, и она там стоит, дорожает, я не знаю, в ней там можно делать ремонт, ее можно сдавать. Опять же, мы очень упрощаем, но в среднем сенсориком вот так надежнее, приятнее, понятнее. Да, и есть интуитский способ зарабатывания денег, есть очень много людей, мы таких встречаем, я таких видел, они у меня вызывают просто когнитивный диссонанс, кринж, панический ужас. Отеческую панику. Все что угодно, как спазмы разнообразные вызывают, все что угодно. Короче, вот есть интуиты, которые такие суперинтуиты, у них интуиция какая-нибудь такая акцентированная. Базовая, например. У них нет никаких накоплений, они живут на съемной хате, у них рандомный нестабильный заработок, и нет никаких планов определенности, запаса денег, ничего. И как-то вот, как-то по чуть-чуть там хоп, деньги появились и тут же потратились. Это такое называется просто, иди туда не знаю куда, и найди то не знаю что. Я просто в ужасе, мне кажется, я седею, когда я вижу таких людей. Но они как-то живут и прекрасно себя чувствуют. Это как, кстати, вот этот вечный срач в инвестиционной теме, вечный такой неразрешимый конфликт. Это как спор любителей андроида и айфона. Да, Никон и Кэнон и так далее. То есть покупать квартиру или снимать. То есть брать квартиру в ипотеку или снимать, что лучше. Не существует вообще одинакового правильного ответа для всех. Интуиты скажут, конечно же, лучше снимать, потому что ты привязываешь себя как к бетону. Никуда не сможешь уехать, при этом они не собирались никуда уезжать. Но вот сама возможность и само вот пространство для манёвра для них вот классно. Я вообще не понимаю, как можно не иметь своего жилья, особенно как человек уже взрослый. Кстати, я прям могу прям несколько таких знакомых припомнить среди, и они именно Бальзаки. Ну это вот базовые бои. У них это ещё очень прикольно может получаться, потому что они могут... Это опять же немножко фантазии на тему типа и на тему того, как у них это изнутри может работать. Но за счёт того, что, во-первых, у них усиленная интуиция, да, и как бы вот это вот всё суперматериальное, суперконкретное, не так важно. Чёрная сенсорика одномерная. Но при этом есть творческая деловая логика, которая позволяет легко вот этими процессами манипулировать. Типа, ну где-нибудь заработаю, что-нибудь придумаю, как-нибудь выкручусь. И вот просто вот мне прям Бальзаки приходят. Наверняка есть это и у других людей. У Жеков тоже такое есть. Да, вот, но у Бальзаков прикольно. Вот, и это реально такие два несовместимых образа жизни, потому что... Ну и нету правильного ответа. Потому что сколько бы ты не объяснял там с калькулятором, с Экселем, с чем-нибудь ещё. То есть у тебя платёж по ипотеке может быть меньше, чем стоимость съёма такого жилья. Но интуиты скажут, нет, ипотека это там плохо, не надо привязываться к бетону, ты сразу вот привязан, привязан. Короче, нужно воспарить куда-нибудь, поэтому нужно жить на съёмных хатах. Но, конечно, вот самый кринж, это когда вот имеется интуит, у него нет ничего за душой, планов никаких, накоплений никаких. Способы заработка абсолютно случайные. Ничего стабильного вообще нет. Это просто какой-то кринж лютый. Вот, но есть люди, которые стабильно так живут годами. И им нормально. Ну ещё такая штука, кстати, это тоже забавно. Это уже немножко обратная сторона этого всего. У нас в общественном сознании, например, есть очень враждебное отношение к ипотеке среди людей, у которых чёрная логика слабая. При этом у нас все дико закредитованы, с огромным количеством долгов по каким-нибудь карточкам. Да, да, да. Кредитные. То есть вот кредитная карта, это само по себе зло такое определённое. Но есть куча людей, которые не могут сдержаться. Им нужно обязательно спускать деньги. И они в том числе спускают деньги кредитные, что самое опасное. Вот. И потом они воют на весь интернет, что их загнали в кредитную кабалу. Я этого вообще... Кабалу? Вообще, вот знаете, вот это жить по средствам, это такая для некоторых очень сложная истина, которую приходится постигать годами, через какие-нибудь долги по кредиткам, через коллекторов, через какое-нибудь там банкротство. Ну, короче, через какое-нибудь... Бомжевание, рабство. Да, либо через какой-нибудь, когда человеку приходится питаться месяцами каким-нибудь дошиком. Вот смотрите, 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 у нас пошли эти реакции бешеные. Вот, видите? Бешеные реакции. Ну, это уже такая история отчасти не соционическая, но соционически, наверное, да, люди со слабой логикой, то есть этики попадают туда чаще, чаще всех остальных. То есть у них какая-то сиюминутная такая жадность и неумеренность в тратах, она работает против них, и основную выручку банки делают как раз-таки на вот таких просрочившихся клиентах, которые не могут по кредиткам уложиться в сроки. Еще очень часто это первые физики, которые, знаете, им деньги, они жгутся у них, если у них появляются деньги, им срочно нужно вот это вот сделать там куда-нибудь, вот. Потом они опять же будут питаться дошиком, но зато вот этот вот момент, он произошел, дофамин получен. Брать кредит на айфон, верх имбицильности, особенно если у вас зарплата во много раз меньше, чем стоимость этого самого айфона, но на мой взгляд верх имбицильности, это когда берется при маленьких доходах, берется огромный кредит на пышную свадьбу и на свадебное путешествие. Ну и на айфоны. И на айфоны всем. И на какие-нибудь еще машины, тоже такие несоответствующие вообще твоему образу жизни. То есть ты живешь где-нибудь в Хрущевке и ездишь на каком-нибудь этом Каене. Да, да. Зато это самое. Это, конечно, да. Это надо уметь. Короче, вот основная, видимо, выручка банков, вот она делается на таких людях, у которых просто красная пятая точка павиана заслоняет им все. Ну и, кстати, это такие темы тоже пограничные, потому что там уже может психиатрия выглядывать из-за угла, если вот вы склонны к каким-то супер импульсивным покупкам, если вы там каким-то прям, знаете, ну вот в каких-то больших масштабах спускаете деньги, там подвязаны на это уже такие личностные особенности, которые немножечко... Это не обязательно какая-то прям психиатрия, но что-нибудь такое пограничное там может быть из соционики психософии, физика и слабая логика, потому что сложно иногда разобраться в этих процессах, что вообще, как происходит, что-то там рассчитать. Вот, вот и получается. У меня в свое время был просто такой кринж. Есть канал такой на ютубе, записки мыслей миллиардера, мы его типировали, Игорь Рыбаков, может быть, знаете, он имеет отношение к такому производству крупному техно-николе, они делают строительные материалы, что-то такое. Вот, ну и в общем, насколько я знаю, он сам уже лично этим предприятием не руководит, а он занимается чисто блогерством, но он Наполеон Чехов. Вот, и как бы записки мыслей миллиардера, то есть человек состоятельный, у него все отлично, и вот он решил заняться блогингом. При этом предприятие работает, там, видимо, другие люди уже этим рулят. Но фишка в том, что я как-то случайно открыл его видео про ипотеку, и у меня был шок. Потому что миллиардер, состоятельный человек не разбирается в элементарных вот этих кредитных продуктах в виде ипотеки. Он рассказывает, что никогда не берите ипотеку, потому что это рабство, потому что это кабала, нужно квартиру, короче, нужно накопить. Ребята, сколько сейчас стоит квартира в Москве, и каковы шансы у человека обычного со средним заработком накопить на квартиру в Москве, а потом ее купить? Живя в Москве и снимая квартиру при этом, копить на квартиру в Москве. Мне кажется, что-то не сходится. Ну и даже если ты хорошо зарабатываешь, все равно с помощью ипотеки можно это все быстрее провернуть и проще. Конечно! Если жить по средствам. Ну да. Такая простая формула. То есть накопить, если у человека заработок обычный, вот абсолютно такой среднестатистический, одновременно снимать квартиру и накопить квартиру в Москве, это практически нереально. Потому что чем больше вы копите, тем больше они дорожают. Тут пишут 56 миллионов в центре. Это как-то мало, потому что мне недавно попадалась статья про то, что какие-то убогие однушки в Москве стоят там по 20 миллионов. И эта проблема, это произошло из-за вот этих вот кредитов с низкой ставкой. То есть ставку сделали низкую и все начали задирать цену самих квартир. Ну это логично. Поэтому 50 миллионов это звучит даже как-то по московским меркам. У нас вот тоже в Зеленоградске на первой линии там строят новый такой отель, спа, и там тоже будут квартиры. И там что там, 26 миллионов, однушечку можно купить себе. Ну да, то есть вообще без использования ипотеки это невозможно. Вот. Накопить просто на квартиру, если человеку нужна квартира где-нибудь, ну не в Воркуте. Вот. Поэтому это было, конечно, очень странно. Но вот фишка в том, что даже состоятельный человек, если он не имеет представления и никогда не имел дело с ипотекой, он не знает, как этим инструментом грамотно пользоваться, то, конечно, для него это будет просто кабала и все. Вот. Как помню, когда я приходил переоформлять документы, вот, пришел куда-то, в газ, что ли, приходил или в электросети, переоформлял документы на квартиру с предыдущего хозяина на меня. И у меня там написано, что ипотека на 30 лет. И тетка как увидела, 30 лет, господи, рабство. И у него, наверное, перед глазами тут же такие крестьяне, которые деревянным плугом пашут землю, работают так от зари до зари, просто 30 лет рабства, выкупных платежей просто, крепостное право. Вот. Ну да. Да даже если все равно, даже если 30 лет платить эту ипотеку, все равно у тебя уже есть какая-то квартира. Конечно, там многие скажут, что она принадлежит банку. И вообще очень легко открыть вот этот вот срач тоже на тему ипотека или нет, потому что такое регулярно происходит, и многие действительно у них есть какие-то аргументы, что даже если ты в ипотеку покупаешь себе квартиру и живешь в своей квартире, все равно там как-то они насчитывают, что как-то это все равно невыгодно. Я никогда не могу понять эти расчеты, это уже сложно. Очень просто. Если ты 30 лет за нее платишь, не выплачивая ничего на опережение, то ты действительно банку отдашь там 2 квартиры или 3. А, да? Да, да. Ну блин, никто тебя не заставляет платить 30 лет. Ипотеку можно быстрее гасить. Ты не нанялся в рабство на 30 лет. Ну, короче, я просто в шоке. Вот у некоторых мерности, деловой логики отсутствия образования, вот они порождают такие химеры, что им кажется, что ужас, эти банки так и бегают за тобой, хотят тебя наградить кредитками. Вот. Ты можешь их просто не брать. Вот кредитки – это реально зло. Вот. И если кто-то пользуется кредитками, мизерный процент людей, я думаю, около 5%, ей пользуются грамотно так, чтобы не попадать в этот вот срок переплат. Ну, у меня среди родственников есть примеры. Они пользуются кредиткой, но они делают это абсолютно вот они вот в рамках вот этих вот правил, которые там присутствуют. То есть можно взять там какие-то деньги наперёд, но тебе их обязательно нужно отдать. И там люди, которые рассчитывают нормально те средства, на которые они живут. Да. Вот. Это самое главное. Ну, вот можно это прощупать, финансовое здоровье, финансовую грамотность человека по отношению к вопросам. Некоторые… Кредитов, ипотек, там всякого вот этого. Да. Некоторые ещё берут кредитки, чтобы, например, попробовать открыть какое-нибудь своё дело, и из кредитки достают деньги, и вкладывают это в какой-нибудь там бизнес небольшой. Ну, даже не бизнес, а какое-то дело, там что-нибудь перепродавать, какие-нибудь такие вещи. И это, наверное, даже хуже, чем кредит, потому что по кредитке у тебя там сколько, я не знаю, дней. Какие-нибудь 50 дней без процентов. И за 50 дней не факт, что ты там что-нибудь успеешь наладить, какую-то свою торговлю или что-то такое. Вот. И начинаются потом проблемы, и люди берут кредитки, чтобы закрыть кредитки, и так далее. Ну да. Но лишь бы не думать, как реально… Как продумать, чтобы вот твоё дело существовало, опять же, на те средства, которые у тебя есть. В итоге могут оказаться в такой ситуации, что у них бизнес прогорел, и они должны банку. Да, мне где-то попадалась такая ситуация, в Инстех и панула какая-то девушка как раз, которая на Вайлдберис, они там с мужем что-то пробовали продавать, и в итоге они оказались сейчас в огромных долгах. И она про это рассказывает, такая ха-ха-ха, у меня там, короче, огромные долги, я не знаю, что будем с этим делать, но я… у меня позитивное мышление. Это вот эти тоже всякие истории из бизнес-тусовок про позитивное мышление, как будто если ты будешь думать позитивно, деньги к тебе сами просто придут. Уже ломятся к тебе в дверь. Да, вот. Коллекторы. Там как раз была такая история, когда они на Вайлдберис брали эти кредиты на кредиты, кредитки на кредитки, вот, лишь бы не продумывать просто стратегию того, как им работать, как вообще это всё может быть устроено. Ну, в общем, это удивительно. Ну, да. И при этом всё просчитали, взяли кредитки по очереди, чтобы смочь сделать ремонт в купленной квартире. Ну, если очень грамотно это всё просчитать и не вылезти вот в тот срок, я не помню, как он называется, вот, когда начинают начисляться проценты, мне кредитки помогали выплачивать два кредита и не занимать денег у родителей. Всё рассчитано было при условии стабильной работы, конечно. Ну, да. Но это такой очень нестабильный такой… Это риск, потому что вы рискуете. Да, если что-то пойдёт не так, что-то из этой схемы выпадет. То вся схема посыпется, и вы окажетесь в очень неприятном положении. Ну, конечно, вот потреб, кредиты, и какие-нибудь эти вот кредитные карты – это самое большое, конечно, зло, потому что там самый высокий риск. Вот, вы там… Там уже срабатывает просто статистика. Вы автоматически оказываетесь в малом проценте людей, которые этим адекватно пользуются, и, соответственно, вот шансы… У большинства людей просто шансов нет, и у них задолженность по кредиткам у них огромная. Вот. Там ещё выше писали про эти вот про ипотеки, что как бы можно же даже квартиру продать, если она в ипотеке. То есть, это не проблема вообще. Вот, и она в любом случае уже ваша, просто у вас есть определённый долг перед банком, и там есть всякие способы этого всё. Даже если у вас какие-то возникли проблемы, у нас по закону можно взять кредитные каникулы на ипотеку, там можно договориться с банком и снизить платежи. Ну, короче, есть всегда возможности выйти из ситуации, и ипотека может быть хорошим вариантом. Сейчас подумают, что мы какие-то эти менеджеры банков нам это проплатили. Сейчас опять говорят, что для некоторых зрителей будет реклама, начнут ли им какие-нибудь банковские темы рекламировать. Да, да, да. Вот. Но в нашем мире, в современном… Вообще, в западном мире, например, там вот эта жизнь… Куча людей, они не могут себе позволить жильё вообще никогда, потому что оно у них дико дорогое, поэтому все снимают. Ну, и там мало, например, строится. Мало строится, там какую-нибудь Германию взять, там просто, чтобы снять квартиру, нужно адский кастинг пройти и просто показать всю свою родословную, пройти 15 собеседований и так далее. Вот. То есть там люди, в принципе, себе жильё позволить не могут. Вот. У нас ещё пока что это возможно. Понятное дело, что жильё у нас тоже дорожает, но при грамотном подходе всё-таки можно. Кстати, многие джеки советуют жить на съёмных хатах, квартиру свою продать и всё вложить в фондовые рынки. Вот. Есть такая стратегия. Но она очень рискованная. Нужно быть очень сильно уверенным в своих скиллах и в том, что вы в случае чего выкрутитесь. То есть вы вашу жилплощадь, вы её переводите в сферу, в такую, где она может внезапно там это, от неё может кусочек раствориться или сильный кусок может раствориться, если вы что-то неправильно сделали. Да, да. Или смотря, что ещё вы делаете. Потому что если вы как-то активно зарабатываете, то можно там, конечно, испустить вообще эту свою квартиру и остаться и без квартиры, и без денег, и без инвестиций и вообще. И мне тут вспоминается опять этот мем. Это были не коммерческие, но интересные проекты. Надо будет как-нибудь запостить. Надо. Ты его постила или ещё нет? Нет, ещё. Надо запостить. Я сделаю, да. Музыка. 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 Музыка.